Встреча ректора Брестского государственного университета имени Пушкина со студентами-старостами учебных групп прошла в формате откровенного разговора. Обсуждались вопросы разного характера. Это изменения и дополнения в Конституции Республики Беларусь, предстоящий референдум. Все это формирует у молодых людей социальную активность, ответственность за свои слова и поступки. Мы всегда встречаемся в режиме диалога, студенты задают вопросы, я на них отвечаю. Сегодня немножечко формат будет другой. Я хочу рассказать о... Я была членом делегации от Брестской области на послании президента белорусскому народу и правительству. И, конечно же, в ближайшее время будет референдум, поэтому я хотела бы акцентировать внимание студентов на значимости референдума и на тех ключевых вопросах, на которых остановился президент во время послания, которые действительно важны всем нам и молодежи в частности. И вот в таком режиме, в режиме диалога в дальнейшем будет идти речь, когда студенты будут задавать вопросы на темы, которые будут им интересны. И, конечно же, я так понимаю, что студентам будут важны вопросы, касающиеся новой конституции, тех изменений, которые в ней будут, и дальнейшего их профессионального роста, развития, работы в нашей стране и так далее. В год исторической памяти студентов интересовали вопросы о знаковых исторических событиях в жизни ректора, которыми она дорожит, о семейных традициях, о малородине, о том, каковы приоритетные направления развития высшего образования в нашей стране, о взаимодействии университета с другими учреждениями высшего образования нашей страны, и о том, какими качествами должен обладать студент, чтобы стать успешным человеком. Я задаю вопрос Анне Николаевне касаемо эмоций, которые она испытывала, первый раз участвуя в выборах или референдуме. Скоро состоится очень важное политическое событие в нашей стране, и мы, как студенты, очень волнительно к этому относимся, так как от нашего выбора зависит будущее развитие нашей страны. Я бы хотела поинтересоваться у Анны Николаевны сегодня, в каком направлении будет развиваться высшее образование в ближайшее будущее, и какие приоритеты она бы выделила в данном развитии. Ну, поскольку я являюсь студенткой четвертого курса и будучи выпускницей, то мне бы хотелось узнать, какие все-таки изменения ждут будущую молодежь в нашем высшем образовании. При обсуждении проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь Анна Синдер обратила внимание на идеологические, политические и социальные изменения, и дополнения, которые предлагается внести в основной закон страны. Изменения Конституции возникают не сами по себе, они возникают, исходя из того уровня развития страны, в котором есть. То, что было 30 лет, та Конституция выполнила свою задачу. И теперь новая Конституция, даже, можно сказать, не столько новая, а изменения и дополнения, которые внесены в Конституцию, конечно же, важны. В которых будет говориться и о статусе Всебелорусского собрания, и о социальной политике государства, о социальных гарантиях, и уточнены основные права и обязанности наших людей. И это, конечно, очень важно, поскольку это касается развития нашей страны, каждого человека, жизни нашего Беларуса. Именно после выступления ректора ребята начали задавать интересующие их вопросы и получили честные на них ответы. Есть ли какие-нибудь такие традиции, которые можно ввести к сохранению праздников каких-нибудь исторических событий? Дедушка с Магиревской области, и моя мама с Магиревской области. Ну, чтобы как-то узнать, как он погиб, да, где погиб. Потому что моей бабушке, ну, то есть жене дедушки, только пришла бумага о том, что он погиб без вести. Вот мне, конечно, жаль, что я вот ничего не узнала, как погиб мой дедушка. Сохранение защиты исторической памяти, провозглашение семейных ценностей, духовное и культурное развитие молодежи – это те самые важные вопросы, которые поднимались в открытом диалоге со студентами. Продолжение следует...